Образование в новых реалиях. Лейтмотив дискуссий ежегодной научно-практической конференции фонда Андрея Мельниченко. Как взрастить поколение талантливых исследователей и инженеров? И как педагогам заметить юные дарования? Лучшие преподаватели из разных регионов России встретились вновь, чтобы поделиться своим опытом работы с одаренными школьниками. Александр Чередник, исполнительный директор фонда, отметил, стране нужны юные умы, будущая интеллектуальная элита, которая обеспечит технологический прорыв. Страна будет тогда крепкой, серьезной, могущественной, когда есть своя технологическая база, есть пол инженеров, ученых, которые обеспечивают высокий уровень жизни в стране. Чтобы разглядеть пытливые умы, нужны и талантливые педагоги. На базе вуза при поддержке фонда работает Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Его ученики ежегодно становятся победителями Всероссийских олимпиад по физике, химии, математике, IT. Школьники сами разрабатывают инженерные и исследовательские проекты. Ребята с удовольствием входят, я вижу эти горящие глаза здесь у нас в Барнауле, в Рубцовске, в Бийске. Я уверен, что и в тех десяти центрах, которые есть по стране, это вот такая вот всеобщая любовь к интересу, к образованию. И вот эти учителя это реализуют. Я думаю, что если бы таких центров не было, то отток наших талантливых детей был бы еще больше. И то, что сегодня они могут внеурочную деятельность свою посвятить науке, знаниям, экспериментам. Вот здесь такой симбиоз интересов взрослых лучших преподавателей и наставников и лучших наших детей, которыми мы гордимся. В год педагога и наставника научно-практическая конференция приобретает особую значимость, являясь площадкой для обмена опытом. В течение четырех дней преподаватели примут участие в дискуссиях и мастер-классах, чтобы потом помогать в исследовании мира и его изменении к лучшему молодым ученым и изобретателям. Мария Мацая, Владислав Ковалев. День с толком.